Китайский дракон Халифата. 15 февраля 2019 года, 19.30. Семен Пегов Венкор, писатель, автор проекта «Уо Гонзо», основатель самой известной в мире ЧВК Эрик Пирс, напомню, именно этот американец создал компанию «Блэк Ворта». Похоже, переориентировал свои бизнес-интересы, и не только, с Ближнего Востока и Африки на Китай. Об этом пишут в британских СМИ со ссылкой на официальные источники в Китае. В открытом доступе появилась информация, что гонконгская фирма Frontier Services Group, также основанная пирсом и оказывающая услуги, аналогичные Blackwater, получит контракт на создание учебной базы в Синьцзя на Игурском автономном районе. Также по теме. Новая Великая Стена, как Пекин намерен противостоять террористам КНР создаст Великую Стену на границе Синьцзя на Игурского автономного района, заявил губернатор этой китайской провинции. По его. На первый взгляд, ничего странного в данной сделке нет. Однако, учитывая специфику региона, где пирсу предлагают развернуть свою деятельность, всплывает целый шлейф крайне спорных вопросов. Месторасположение базы, которую планируется построить, город Кашгар. Он находится в самом сердце китайской уйгурии, области, где, в отличие от всего остального Китая, большая часть населения, почти 20 миллионов человек, исповедуют ислам и, строго говоря, этническими китайцами не являются. Уйгуры также проживают на территориях соседних среднеазиатских стран, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Надо также знать, что в последние несколько лет среди представителей этой национальности крайне распространены сепаратистские настроения, по отношению к официальному Пекину прежде всего, замешанные к тому же на религиозной почве. Закручивание гаек властями, аресты активистов сепаратистского движения, создание исправительных лагерей, жесткие профилактические меры, разгон стихийных демонстраций, естественно, подогревает сопротивление еще больше. Ситуацию, сложившуюся в Уйгурии, активно используют в своих целях и террористические организации, ИК в частности. Только в период расцвета так называемого халифата в Сирии и Ираке туда уехали воевать несколько сотен Уйгуров. Я видел в освобожденных от террористов городках на востоке Сирии надписи, сделанные Уйгурами на домах, где они проживали. Такое у радикалов практиковалось частенько. В этом доме живет Абу такой-то там со своими бойцами, писали они над дверями. Если также принять во внимание переформатирование Министерства войны ИК, у них главное силовое ведомство называется именно так. У террористов нет обороны. До определенного момента руководящие посты там занимали выходцы с Кавказа. Однако после смерти Абу Амара Ашишани, по паспорту Тархана Батирашвили, кистинца из Панкистского ущелья, пост министра войны занял средний азиат Гулмрот Халилов. Халилов, бежавший из Таджикистана полковник МВД, сделал в халифате довольно успешную карьеру. Несколько раз проскакивали сообщения о его ликвидации, но достоверных данных на этот счет нет до сих пор. По другой информации, он уже эвакуирован в Афганистан вместе с другими террористами среднеазиатами, уйгурами в том числе. И секретарь Совбеза России, и глава ФСБ неоднократно заявляли, что ИК в значительной степени переориентировала свою деятельность на Среднюю Азию. Уйгурский фактор может стать одним из главных при поджигании ситуации в регионе. Именно здесь ребром и встает вопрос о роли во всей этой истории основателя. Blackwater Эрика Пирса Если информация о контракте подтвердится и база для гонконгского ЧВК, с американской родословной, будет открыта в Уйгурии, то по факту, учитывая весь предыдущий опыт Пирса, данное заведение станет играть роль самостоятельного развития центра. Если не сказать шире, центра специальных операций, которыми дистанционно, отнюдь не теоретически, смогут управлять Пентагон, ЦРО, Газдеби и далее по списку. Также по теме противостояния двух моделей миропорядка, смогут ли Вашингтон и Пекин избежать холодной войны. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем. Заявление прозвучало в интервью. С другой стороны, привлечение в регион ЧВК говорит и о другом достаточно тревожном обстоятельстве. По сути, это означает, что китайские силовики уже не справляются с ситуацией в Уйгурии и нуждаются в дополнительной помощи специалистов класса Пирса. Не думаю, что они привлекают военных со стороны, потому что у китайских спецназовцев есть какие-то моральные ломки из-за операций по поддержанию конституционного строя в Синьцзян и Гурском автономном районе. Не той породы эти люди. Предположить, что специалистов привлекают, чтобы самим не делать грязную, и даже дискредитирующую армию, работу, в случае Китая было бы неправильно. У них все в порядке с этим. Подобный подход свойственен европейцам и маленьким странам, где все друг с другом повязаны. Здесь же я вижу следующее. Официальный Пекин сделал выбор в пользу ЧВК, ну или, по крайней мере, выразил намерение их привлечь, из-за понимания, что ситуация действительно рискует выйти из-под контроля, и тогда мало не покажется никому. Другой вопрос. Стоит ли заводить в настолько проблемный регион Эрика Пирса и предоставлять американцам очередную площадку для реализации их фирменных геополитических, читай, военных, интриг в духе управляемого хаоса? Учитывая, что взаимоотношения США и их до сих пор покрыты прочной завесой тайны, не берусь огульно утверждать, что халифат создали американские спецслужбы, но то, что иной раз радикалы и янки играли в одну игру, не вызывает, по-моему, сомнения ни у кого. Да и как серьезные силы ИК в принципе были переброшены в Афганистан. Возможно ли это было без посторонней помощи? После этого полуриторического вопроса поставим многоточие. И будем надеяться, что наши китайские партнеры хорошо подумали и взвесили все риски, связанные с заходом ЧВК в Игурию. Исламское государство, ИК, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Продолжение следует...